девчонки всем привет это видео будет о покупках декабря я знаю что как-то поздновато уже но я просто ленивая такая была и времени нет то лень какая-то ночью простите меня конечно за это в общем если вам интересно такое видео то оставайтесь со мной и хочу начать я с продуктов для волос я покупала вот такой вот шампунь закончился мой от органик планета органика в общем органический шампунь и я не знала что приобрести и как-то так зашла в магазин в общем нашла вела просили с общем 500 миллилитров здесь меня тоже это очень стремало потому что сколько я не беру шампуни с большим объемом у меня получается такой вот я не знаю какой-то странный эффект что на полу бутылочки они мне жирнят волосы очень сильно но пока я вот этим пользуюсь тоже уже не знаю почти месяц до и этот шампунь довольно таки неплохой у него запах приятный знаете мне напоминают вот эти вот все шампуни запах понтин потом шамту какой-нибудь в общем вот этот вот аналогичный запах промывает голову неплохо мне нравится хватает мне с помытой головой походить где-то дня три на третий день мне уже нужно где-то к вечеру либо на четвертый день с утра мне нужно помыть голову срочным образом в общем неплохой шампунь мне нравится запах приятный остается на волосах недолго буквально день и потом исчезает в общем неплохо неплохо бюджетный шампунь и ведь для своей стоимости он неплохой покупала его кстати за 30 чем-то гривен вот этот бутылек 500 миллилитров так еще я приобретала вот такой вот бальзам шелк этот белита vitex в общем для улучшения эластичности волос протеины шелка эластин эластичность и упругость что хочу сказать я этот бальзам видела у многих девушек видео кто-то хвалил его кто-то наоборот ругал что ничего не помогает кстати вымазалась кстати запах такой вот поначалу мне казался приятным каким-то вот сейчас я нюхаю он вроде бы и приятный в то же время как-то вот химозно он пахнет и это бьет в нос но на волосах этого не чувствуется так здесь у нас сейчас скажу 450 миллилитров такая вот бадья выглядит он вот так вот чтобы вы знали если будете покупать вдруг или захотите я не знаю потому что мне не подошла эта вещь вернее на делает этот бальзам вернее делает мои волосы немножко такими вот мягкими они немножко расчесываются лучше но мне не хватает вот этого вот эффекта мягкости что ли у меня довольно такие густые волосы они такие вот жесткие сами по себе и мне этой мягкости не хватает шелка никакого конечно нет блеск немного придает в общем обычный такой вот стандартный дешевый бальзам ничего такого я его покупала по моему за 17 гривен если я не ошибаюсь обычный ничего такого он в принципе не делает на моих волосах на чьих-то других может быть и сделает и могу посоветовать его для девушек у которых нормальная густота волос для них он будет идеальный для редких волос я тоже не могу рекомендовать потому что он будет наверное утяжелять их и жарнить если конечно вам нравится такое то можете приобрести но в общем для густых волос я его не советую для очень густых волос так что вот тоже вот приобрела пользуюсь но так с периодичностью поэтому я не советую для густых именно волос я не советую и сама больше не куплю так извиняюсь у нас на улице начинает темнеть что-то это поздновато села снимать видео я постараюсь все быстро быстро рассказать вам здесь в принципе осталось продуктов немного покупала опять же вот такой вот тоник тоже уже осталось совсем чуть-чуть очередной тоник от 100 рецептов красоты освежающие увлажнение и свежесть в общем что-то я уже говорила что он под надоел хочется чего-то нового ну как-то вот то ничего не нахожу и рука соответственно тянется к нему но в общем пока я ничего не нашла буду пользоваться таким если есть какие-то советы тоже из бюджетных вариантов я конечно же буду рада почитать если вы их напишите в комментариях и еще я приобрела второй бутылек уже мицеллярной воды от лореаль честно скажу я ленива и я не пользуюсь каждый день вот этой вот вещью поэтому мне хватает и и надолго и вот уже приобрела второй бутылек и приобрела я его уже давно не в декабре где-то в конце ноября и вот вот как вы можете заметить у меня вот только его еще есть так что хорошая вещь она мне нравится я согласна со всем что говорят на ютюбе мне подходит не щипет глаза я просто влюблена в эту вещь так еще я приобретала вот такие вот спонжики для лица это какая-то николс фирма я думаю неважно особо какая фирма и сейчас очень большое количество выпускают есть и какие-то брендовые есть и вот такие вот не брендовые неплохие кстати поэтому вот купила в одной пачке идет две штуки и покупала и таких две пачки у меня было четыре спонжика один на работе один дома и вот уже придется менять их скоро в конце месяца вот это вот парочка мне пригодится и и и буду покупать еще неважно может быть этой фирмы может быть нет и микроса вообще разницы особо не имеет спонж как спонж конечно имеет качество спонжа вот эти вот маленькие которые я брала они немножко качество похуже чем тот который я первый покупал и такой вот овальный я показывала у него намного качественнее сама вот губка из чего-то сделано с качественного материала и так подозреваю наверно вот и она прослужила мне дольше так еще купала вот такую вот тушь от эвелайн в общем big volume lash 100 процентов black lashes в общем кисть у нее вот такая вот я не знаю на картинке будет лучше наверно видно вот такая вот кисть она какая-то идет такая кругляшками сделано что ли в общем я не знаю как вам будет так видно вот видно немножко что она какая-то вот округлая в общем тушь неплохая сама по себе кисть мне нравится все но дело в том что я ее приобрела она была подсохшая мне вот интересно если кто-то пользовался этой тушью скажите напишите действительно ли она тоже немного подсохшая у вас было потому что у меня такое ощущение что ею либо кто-то пользовался уже до этого либо а потому что мне с витрины отдали либо и и постоянно открывали там показывали покупателям вот такая вот кисточка берите но никто не хотел вот я пришла такая вот купила она уже подсохла так еще я приобрела вот такую вот скошенную кисть от мальва я уже как-то показывала вам такую кисточку у меня есть она но я ее забрала на работу рисовать стрелки а вот дома у меня ничего такого не было и решила еще приобрести довольно таки бюджетно хорошо рисует я ею довольна неплохая кисточка и еще я приобрела стеклянную пилочку пластина которая подпиливает ногти а нам у меня допустим она не такая вот прям ядреная но в то же время она неплохо подпиливает не так конечно как вот эти вот железные пилочки и это у меня зингер по моему покупала я торговом центре амстор за 10 гривен там 9 с копейками в общем за 10 гривен довольно таки бюджетно я довольна мне нравится в принципе я все время как-то скептически относилась к стеклянным пилочкам я думала что они вообще нифига не подпиливает но как оказалось неплохо неплохо я не знаю видно там меня сейчас еще или нет или я уже куда-то исчезла в общем покупала я еще два вот таких вот бальзама от невея у меня один вот такой вот синенький это нежное увлажнение обеспечивает интенсивное увлажнение надолго родниковая вода и алоэ вера в общем там голубой тюбик такой я вам сейчас не покажу эти бальзамы в тюбиках потому что я их забрала на работу да и для этого видео я их забыла забрать домой увлажняющие так я брала как дневной на день пользоваться пока я там хожу работаю время от времени чтобы губы просто не красить вот такой увлажняет кстати он неплохо довольно таки хороший бальзам и и взяла вот такой вот pure and natural обеспечивает питание уход питательный уход молоко и мед в общем я думаю все знают этот бальзам такая желтая крышечка у него и он хорошо подходит на ночь хорошо питает губки вот я на ночь себе на работу взяла потому что я бывает по ночам работаю так что вот такие вот два бальзам чека я приобретала мне они понравились так что могу посоветовать еще раз покажу поближе как они выглядят если вам захочется приобрести и еще я приобрела вот такие вот две свечечки они такие в небольшие они очень пахнут мой какие-то кремом взбитыми сливками что-то ванильное такое я не знаю какой здесь именно запах аромат здесь не написан выглядит это вот так вот все вот такая была у них упаковочка покупала я у нас торговом центре обжора и вот взяла две штучки стоили они по моему в районе 14-15 гривен где-то так и моя ими просто довольна мне они очень нравятся они даже пахнут когда просто стоят в комнате вот такой вот еле уловимый запах но он присутствует я просто балдею от них мне не очень нравится и приобретала я уже конечно давненько но я их тестировала я не мне не очень подошли это две тональные основы одна у нас идет от париса фирма вот такой вот интересный флакончик здесь у нас открывается корректор он довольно таки неплохой но этот цвет мне сейчас не подходит он как раз вот таким вот желтоватым оливковым подтоном у меня как раз такой вот подтон и мне нравится как она наносится я ее пробовала как она ложится сколько часов держится я точно не скажу но часа два я проходила с ней это точно консилер вот этот вот сверху корректор он довольно таки и хорошо скрывает вот эти вот круги и под глазами неплохо да немножко скатывается конечно но неплохо держится для такой вот цены я покупала что-то в районе 30 чем-то гривен вот эту вот вещь как бы в принципе неплохая вот штука мне понравилось я оставлю на весну уже такую позднюю и на лето ранее так и вторая вещь это у меня l'oreal infallible в общем 16 часов должна держаться не знаю как я на 16 часов там держится я пробовала 16 часов он и не держится ничего там не держится но мне не подходит тон он идет с розовым подтоном этот тональник я его смешиваю с другими тональными основами и и вот может быть из-за того что я смешиваю он и не держится 16 часов но он и не держится даже 7 часов я так скажу в общем неплохая вещь покрывает довольно таки неплохо даже в перемешку с другим тоном многие говорят что вот от l'oreal точно не знаю infallible или какой-то другой высыпание на лице у меня пока такого ничего не было я довольна но вот с оттенком я не угадала у них в принципе даже вот из этой именно серии infallible мне ни один оттенок не подошел не было вот такой вот желтоватым подтоном а если и был то он был очень темный поэтому я даже не знаю купила стоила это тональная основа что-то в районе 70 чем-то гривен по-моему или 50 чем-то ну что-то такое оттенок у меня сто сорок пятый это беж роуз сто сорок пятый если будет видно вкус если у вас кожа с розовым подтоном то могу посоветовать конечно но это очень светлый оттенок он как раз вот на зиму если вам нужен тональный крем на зиму и с розовым подтоном то вот можете присмотреться хотя бы потестить и еще я приобретала вот такие вот свечки какие-то очень дешевые они тоже должны пахнуть пахнуть ванилью в общем да они в коробочке вот в этой пахнут ванилью здесь вот такая вот миниатюрка это для для ароматизированных ламп но знаете что когда она горит она не пахнет вот именно свечка ну ванилью никакой она не пахнет это сверху мне кажется даже сама коробочка наверно побрызгана ванилью и ну я в принципе не расстроена какой-то уют создает эти свечки мне очень как как-то нравится сейчас как раз такой вот ажиотаж все покупают свечки особенно бьюти блогеры в общем я брала я брала на какое-то мероприятие я его конечно одевала но как-то вот у меня все равно на витрине он казался красивый но вот за счет я как-то брала я не подумала за счет вот этих вот кружочков что он будет смотреться не очень померять я магазине его особо не могла носить нашу ну так тоже не плохо смотрится камушки очень красиво переливаются просто вот загляденье сейчас одену вам на ручку покажу на вот так вот я его одеваю я другого способа не нашла для себя вот так вот это все выглядит и видите если он перекручивается то дальше просто вот эти вот камни какие-то в общем вот эти кружочки какие-то не очень красивые ну вот это и все что я хотела вам показать спасибо за внимание надеюсь что то может быть было для вас полезным и интересным простите конечно за освещение такое я постараюсь добавить баланс белого вот на улице у нас темнеет рано и я как-то немного не подрассчитала с этим но спешу снять это видео потому что уже конец месяца и не хочу в новом году уже с этими всеми покупками разбираться в общем хочу оставить это все в старом году всем спасибо до новых видео всем пока пока